К нам присоединяется Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси. Здравствуйте. 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 Приветствую вас. Итак, 24-25 апреля в Минске проходит действие под названием Всебелорусское Народное Собрание. Девиз для него придумали «Время выбрало нас». И вот, как сообщают лукашенковские каналы, это вообще самое важное мероприятие в стране. Собираются делегаты со всей страны, там 1200 человек плюс 700 гостей. Скажите, а что решают на таких вот съездах? И решают ли, каких людей приглашают, для чего вся эта показуха? И вот раньше собирались раз в пять лет, теперь решили каждый год. Зачем? Ну, вообще уже можно подвести определенные итоги этому хуралу, этой показухе. Это полная политическая фиаско Лукашенко, полная политическая фиаско заявленного им Всебелорусского Народного Собрания как конституционного органа. Он решил придать этому образованию статус конституционного органа. Никаких решений практически принято не было, но за исключением военной доктрины и концепции национальной безопасности, которые были утверждены. Да, это важные документы, но вместе с тем они уже были фактически одобрены, приняты несколько месяцев тому назад. Здесь было просто формальное голосование, и никаких решений, политических заявлений, серьезных месседжей не последовало. Это мероприятие, как правило, имеет характер спектакль одного актера, когда с большими монологами политическими выступает Лукашенко. Но это уже стареющий, очень серьезно стареющий политик. Он не в состоянии держать удар, он не в состоянии даже держать аудиторию на протяжении часов. Он не смог вчера выступить более чем полтора часа. Сегодня также у него не было пространных выступлений. То бишь многочасовые, как раньше, четырехчасовые выступления ему уже не по силам. Фактически это орган, который не принял никаких решений. Да, это специфическая ситуация, ведь в Европе нет аналогов, когда существует нижняя палата парламента, есть палата представителей у Лукашенко, есть верхняя палата парламента, это Совет Республики, опять же, Лукашенко. И он создал такой еще надпарламент, Всебелорусское народное собрание, так называемое, три палаты парламента. Зачем? Если мы внимательно посмотрим на закон о Всебелорусском народном собрании, то там практически вся формула выглядит так. Ну, утверждает общую концепцию внутренней и внешней политики. Концепцию национальной безопасности. Он может инициировать законодательные инициативы, предлагать законодательные акты. Он может давать согласие Лукашенко на назначение председателей Верховного суда, Конституционного суда, Центра избиркома и так далее, и так далее. Ну, все это такое согласование, пересогласование. То есть, получается, в иерархии власти появляется еще одна бюрократическая ступенька, которая усложнит, удлинит процессы, на это будут тратиться большие деньги. Результата от этого никакого. Но нужно понимать, зачем Лукашенко это создавал. Ведь когда в 2020 году было очень много инсайдов, на него оказывалось давление пойти на транзит, он как раз-таки подумал, почему не использовать этот орган, который уже работал, но не имел статус Конституционного, и не вписать себе туда должность, и в последующем перейти на эту должность по требованию Кремля. Но, фактически, поставив под контроль белорусское общество, введя тоталитарную форму правления, он укрепился у власти, и он понял в последний момент, что нет смысла давать в этот орган какие-то особые полномочия. Но отказаться от этого он уже не мог. И, фактически, это пятое колесо в телеге, которую построил Лукашенко в Беларуси. Оно не нужное, но кто эту должность мог занять, кроме него? Ведь это же Всебелорусское народное собрание. Ну, кто может возглавлять народ всю Беларусь в Беларуси? Конечно же, один человек, усатый диктатор. Вот он и избрался на эту должность. Да, его избрали председателем. Причем там же не было вообще никакой альтернативы. Вот в бюллетене для тайного голосования была включена только одна фамилия. И выступающие просили Лукашенко взвалить на себя эту ношу, рассуждали, вот как им нужен человек от земли. И в результате все, абсолютно все проголосовали за, против был только один человек. Вот получается, что теперь Лукашенко и только он, да, может одновременно занимать кресло президента и главы Всебелорусского собрания. Ну, в принципе, вы сказали, что ожидаемый итог. И вот интересно, кто это этот один человек, который против проголосовал? Ну, я думаю, его найдут и накажут. В стране тоталитарной, диктаторской, представить себе, что кто-то голосует против. Не знаю, как они там будут искать, под печатком пальцев или по видеокамерам, потому что в дворце что были видеокамеры, кто-то мог зафиксировать. Я помню, даже будучи министром, когда я голосовал против Лукашенко, я прикрывал свой бюллетень, ставил галочку за другого кандидата, не за Лукашенко. Потому что я понимал, что в избирательном участке может стоять камера, которая зафиксирует мой выбор. Так что я предполагаю, что во дворце могли быть такие камеры. Ну, возможно, его найдут, возможно, нет. Посмотрим. Что касательно безальтернативности, ну, еще раз я сказал, Всебелорусское народное, кто же может возглавлять всю Беларусь и весь белорусский народ? Только один человек, он же дан Богом. Прошу прощения за богохульство, но так себя именно позиционирует Лукашенко. Помазанник Божий, который на 30 лет и до конца жизни должен править Беларусью. Но очень интересная история, которая заключается в следующем. Впервые в истории современной Беларуси, в бытность Лукашенко, на должности которой он узурпировал, он вел себя заместителя. Заместителя председателя, президиума Всебелорусского народного собрания. Кстати, звучит это как такое ощущение, что КПСС, знаете. Человек же жил вот в этот период, ему хочется вернуться во времена Советского Союза, Коммунистической партии Советского Союза. Это так, кстати, и выглядело. Так вот, появился заместитель, некто Александр Косинец, который раньше являлся председателем Витебского облсполкома, потом главой администрации Лукашенко. Кстати, должность председателя Верхней палаты парламента Лукашенко занимает Наталья Качанова, также Витебская, бывшая мэр Новополоцка, которая также занимала должность главы администрации Лукашенко и была приведена на должность правительства в Беларуси решением Косинца, который является заместителем Лукашенко сейчас. Еще раз, следующий элемент, это Качанова привела на должность главы администрации Лукашенко после себя Игоря Сергеенко, генерала КГБ, бывшего первого заместителя председателя КГБ, который сейчас возглавляет Нижнюю палату парламента. И теперь мы с вами получаем Витебский клан. Председатель Нижней палаты парламента генерал КГБ Сергеенко Витебский, председатель Верхней палаты парламента Наталья Качанова Витебская, заместитель во Всебелорусском народном собрании Лукашенко Александр Косиниц, тоже Витебский. Это три человека, которые в ситуации, в чрезвычайной ситуации, когда, например, Лукашенко функционально не сможет исполнять обязанности, или он уйдет в мир иной, или у него, как мы видим, нарастают проблемы со здоровьем, мы увидели с вами опять трему головы, у него трясется голова, да, то есть они могут в этой ситуации, понятно, не без участия военных, принять бразды правления и решить судьбу Беларуси. Понимал ли это Лукашенко? Я Костинца очень хорошо знаю, я знаю, в принципе, всех их троих. Костинец очень амбициозный человек, очень чистолюбивый человек, человек такой же махающий шашкой, он очень любит власть, он стремился к власти, он прямо мне говорил и предлагал войти в его команду, когда я был министром, когда он станет премьер-министром Беларуси. Премьером он не стал, он стал главой администрации, но предложение министру войти в его команду, из этого кабинета я понимал, что я могу выйти в наручниках вместе с ним, КГБ, или меня выведут одного. Но этот человек очень чистолюбивый, и Лукашенко доверяет ему статус своего заместителя. Да, без особых полномочий. Он представлял на эту должность заместителя как раз перед всеми, он его представил именно так, вчера. Именно так. Да, и знаете, вот в этой связи одну фразу Лукашенко хотели с вами обсудить, и вот выступая с трибуны на этом собрании, он сказал, я цитирую, я уйду на покой, когда вы мне в какой-то форме скажете все, и когда рядом будет человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Да, о том, что все, белорусы Лукашенко говорили не раз, причем, ну, в такой форме, что и до его шпица бы дошло, да. Ну, а вот преемник, судя по всему, он себе выбрал, как вы полагаете? Зачем он о нем вообще заговорил? Мы с вами понимаем, что это все демагогия, это полная ложь, это тезис о том, что когда мне народ скажет, что все, я должен уйти, я уйду, я синими пальцами за власть не держусь. Все эти слова мы слышим на протяжении десятилетий. Как вы правильно сказали, народ ему уже неоднократно сказал, уходи. Но он не хочет слышать народ, потому что он любит в этой жизни только одно, власть. И преемник возможен только в истории тогда, когда он просто физически будет не способен управлять страной. И вот этим преемником теоретически может быть и этот триумвират. Три человека, которые будут контролировать главные ветви власти, которые фактически могут определять ситуацию в стране с точки зрения гражданского, скажем, образования, там, какого-то псевдоконституционного решения задач по руководству страной. Потому что без военных, конечно, тоже не обойтись, без силового блока. На мой взгляд, конечно, преемником, самым логичным для Лукашенко является тот человек, которому он может лично доверять, а такой человек это член его семьи. И я стою на позиции, что это может быть единственный Виктор Лукашенко, старший сын. Но Виктор Лукашенко, он в принципе по своему характеру человек не стремящийся к власти, но он очень любит деньги. Это один из богатейших тоже белорусов. Он контролирует семейный капитал Лукашенко. Лукашенко, кстати, на этом собрании пытался доказать, что он вообще гол как сокол. Денег у него вообще нет, да. Но при этом у него 19 резиденций в стране. 19 резиденций в Беларуси, которые содержат круглый год. Его семья летает на все частные поездки правительственными бортами. Ну а сколько откатов сделано за строительство, за предоставление земли в Беларуси, за то, что они контролируют продажу Белаза, Маза, Минского трактового завода, нефтехимии, калийных удобрений. Ну то есть, ну байки он может рассказывать это кому угодно, может тем собравшимся. Но мы понимаем. Ну вот как раз таки Виктор прежде всего контролирует деньги, его интересуют деньги. Но без власти удержать деньги тоже не получится. Поэтому, возможно, когда-то и появится на горизонте старший сын. Да, и Лукашенко еще рассказывал, что по поводу резиденции всего это все происки оппозиции за рубежом. Так пускай передаст их в санаторий. Нет проблем. Пускай все 19 дает в санаторий. Сколько ему надо? Как может один человек спать в 19 постелях? Ну вот можем мы себе такое представить. То есть он как? Каждый день их меняет? Но это же все нужно содержать. Поэтому, еще раз говорю, это все демагогия. Очень лживый человек, хамелеон. Субтитры создавал DimaTorzok